Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Оступилась и провалилась под лед. В Хойниках случилась трагедия. В искусственном водоеме, который в просторечии называют копанкой, утонула 12-летняя девочка. Вместе с 10-летней подружкой она прогуливалась вдоль водоема. По нелепой случайности сорвалась с обрывистого края канавы и упала на лед. А тот не выдержал ее веса. Подружка стала звонить родителям и поспешила звать на помощь взрослых. Но когда те прибежали и вытащили ребенка, пострадавшая была уже без сознания. Врачи пытались привести ее в чувство, но не смогли и констатировали смерть от утопления. По факту гибели проводится проверка. Выясняется, была ли яма обнесена ограждением. Нужно особенно детям разъяснить опасность нахождения около этих всех водных объектов, которые могут привести к беде. А для хозяев или лиц ответственных за все эти карьеры, ямы и так далее, даже колодцы, необходимо им принять меры, чтобы доступ к этим водным объектам был воспрещен. ДТП с пострадавшим произошло накануне в Гомеле. В Новобелецком районе столкнулись легковушка и микроавтобус. ДТП оказалось серьезным. Потребовалась госпитализация пассажира автомобиля «Фольксваген Пассад». Микроавтобус, выполняя левый поворот, не предоставил права на проезд встречному автомобилю. Повреждения получили оба транспортных средства. В результате происшествия 18-летний пассажир, двигавшийся в автомобиле «Фольксваген Пассад», получил телесное повреждение и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи. А сегодня на остановочном пункте столкнулись два пассажирских автобуса МАЗ. ДТП произошло около 8 утра на улице Интернациональной у проходной завода имени Кирова. По предварительной версии у одного из автобусов отказали тормоза. Он въехал в другой, а тот, в свою очередь, в маршрутный микроавтобус. Несколько пассажиров в результате аварии получили ушибы. По данным ГАИ, за медицинской помощью обратились 11 человек. 9 после осмотра отпущены домой. По факту ДТП проводится проверка. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами. Берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания.